В ряде районов Кустанайской области повысилась цена на хлеб. И основная причина этого – нехватка муки. Несмотря на наличие так называемой подушки безопасности стабилизационного фонда, в некоторых регионах ею не пользуются, допуская повышение цен на социально значимые продовольственные товары. Понятно, в этом году засушиваю погоду и так далее, но, извините, вот 70 мукомольных предприятий, 4 года подряд был урожай хороший. Они заработали деньги. Подтянули свою материально-техническую базу. Теперь пусть работают на население, не поднимают цены. С начала года подорожала не только мука, но и хлеб первого сорта – почти на 14%. Макароны, рис, гречка, сливочное масло, говядина, мясо кур, молоко, картофель, морковь и лук. Цены на муку, хлеб, рожки и молочную продукцию повысились по причине роста цены на сырье. Пшеница, как вы знаете, 60 тысяч тенге до 75 тысяч тенге составляет цена за одну тонну. Молоко с 90 тенге до 110 тенге за литр. Рост цен на ощупь является сезонным фактором. Удерживаем завозимые продукции. Дороже всего мука первого сорта в областном центре. Ее стоимость – 163 тенге за килограмм. А среди районов по высокой стоимости булки хлеба отличился Камустинский. Там в магазинах «Формовой» продают за 85 тенге. Местами по области хлеб первого сорта продают и по 100 тенге. Необходимо не допустить необоснованного роста цен на хлеб «Формовой» из муки первого сорта выше 80 тенге за булку. Усилить работу по установлению предельной надбавки в розничной торговле на хлеб в пределах 3-4 тенге за булку. В то же время изложено стопон 900 тонн муки, выбранного района всего около 10 тонн. Остановились на совещании подробно на росте цен в Кустанае. В областном центре только 15 социально значимых продуктов дороже. В Узенкольском, Жангельгинском, Камустинском районах и в районе Биэмбета-Майлина ценники также продолжают ралли. При этом в этих районах не используют возможности стоп-фонда. А заключенные меморандумы с поставщиками и розничными сетями о минимальной торговой надбавке плохо работают. Со всеми надо договариваться. Открывается, сразу надо с ними заключить меморандум. Именно на 19-м меморандуме, чтобы минимально накручивали цены. Мы говорим, что 10 процентов, но в этом году на муку, на хлеб и другие продукты, которые мы видим, что будет большой рост примерно, возможно будет рост, надо вообще, чтобы они не накручивали. Глава области поручил Акимам городов и районов короткие сроки переформатировать работу и сделать цены на востребованные продукты ниже. Для стабилизации цен в конце сентября в Кустанай проведут сельскохозяйственную ярмарку, где цены будут на 15-20 процентов ниже рыночных. Алексей Кудравцев, Болслу Аликенова, РТН